У меня тут еще раз. Здравствуйте, друзья. Хочу представиться. Меня зовут Байртата Стаева. Рядом со мной сидит Дмитрий Шараев и Сота Мунов. Мы сегодня решили поговорить о создающемся сейчас благотворительном фонде, который скоро мы хотим открыть. Он еще не зарегистрировал, но уже документы коданы и ждем. Скоро это все начнет работать. Хочу представить Дмитрия несколько слов. Я живу в земле, я живу в данном сезоне. Я здесь покажу, что пришел науки. Я сейчас верю в октябре, как мы хотим открыть шайфлай. Когда увидел этот вопрос, то есть, что я хотел бы… Почему я не знал, что я тут, не знаю, что я принялся речь. И от этого мы должны приходить в конце концов. Санцын-шанантын көшел, сәксенкертюн бөтшел, көнде көллігану хады худстылыға, көдемісті нуралану елже. Хуууышн, его измельчин, хамык муғанау, шынгил-шынгил или ирптіг. И от этого, от этого, сеткіл зелялын губдар, от этого, сеткіл зерглой хайлләпен, Саня, наш фонд планируется создать для того, чтобы поддержать проекты, которые будут поддерживать проекты, развивающие некоммерческие цели, это культура, язык, традиции, обряды, помощь многодетным семьям, поддержка начинающим спортсменам, возрождение забытых ремесел и много таких проектов, которые, мне кажется, будут очень полезны для возрождения нашей культуры. И основное, на какие деньги будет работать фонд, это, конечно, мы с вами. Мы, земляки, которые неравнодушные люди, те люди, которые хотят что-то изменить в нашем обществе, именно на этих людей мы рассчитываем. И думаем, что в первую очередь это, конечно, предприниматели, к числу, к которым я отношусь. И я думаю, что вклад предпринимателей в экономику Калмыкии – это очень огромный делается вклад. И я считаю, что каждый, кто имеет возможность и средства, он просто должен делать какой-то вклад именно в развитие нашей республики. И в любой истории любой страны мы знаем, что большое значение имели именно такие люди. И немало примеров – это меценаты, известные люди, которые помогали возрождать и сохранять культуру. Это и Третьяков, и Морозов, в нашей истории это был князь Тундутов. Эти люди, благодаря им, их щедрому сердцу, мы до сих пор можем пользоваться многими вот этими культурными ресурсами, которыми мы обладаем. И сейчас, я думаю, что возникает такое движение, что нам надо тоже сделать свой вклад в нашей жизни. В жизни каждого человека возникает такая возможность для вас, для меня сделать что-то очень значимое для нашего народа. И я и мы все призываем вас быть неравнодушными и присоединиться к нашему движению. Ну, я предоставляю слово Суд. Здравствуйте, уважаемые земляки. Я тоже хочу присоединиться к словам поздравления Димы. Пожелать вам в 2020 году всего самого светлого и доброго. Сегодня я вам расскажу о 9-й фонда. о том, какие цели ставим мы перед собой. Но деятельность фонда, как сказала БРТ, уже ранее заключается в том, чтобы сохранить наш родной язык в его развитии, в развитии культуры, возражении каких-то забытых традиций. Если говорить конкретнее, то в 2020 году мы запланировали провести конкурс-фестиваль «Светклинзаль. Пламя души». Об этом конкурсе-фестивале нам более подробно расскажет чуть позже Дима. Я хочу сказать, что у нас есть очень много интересных проектов, которые мы хотим осуществить в будущем. И для того, чтобы расширить возможности фонда, мы, конечно же, надеемся на поддержку всех наших земляков, независимо от национальности и независимо, кто где сейчас находится. Отдельно хочу обратиться к предпринимателям, к нашим местным предпринимателям, что они поддержат наш проект. А фонд, в свою очередь, заключит с ними официальные договора. И мы выдадим каждому предпринимателю вот такие наклейки с нашим логотипом, которые будут означать то, что тот или иной предприниматель является участником данного проекта. Будем рекламировать вашу предпринимательскую деятельность, и вся информация о вас будет зарегистрирована на нашем сайте фонда. Я думаю, что все у нас получится сообщать. Что еще хотел сказать. Этот проект, еще раз повторюсь, для того, чтобы сохранить наш родной язык, развивать его и развивать культуру, и, конечно же, для нашего будущего поколения. Сейчас мы нарисовали схему, сейчас мы вам покажем. Для начала, пока суд будет вам показывать схему, я хотел бы тоже некоторые моменты для вас осветить. Сидклинзаль. Название благотворительного фонда Сидклинзаль. Переводы означают «Пламя души». Логотипом фонда является флаг Сидклинзаль «Пламя души». Желтый цвет на вот этом флаге, логотипе, это означает «Шаршаджин буддизм». Шаршаджин. Да, желтый цвет – это «Шаршаджин буддизм». Цвет буддизма. Синий цвет – это цвет вечно синего неба. Посередине флага круг в виде национального узора «Алхейра». Это узор «Молот». В самом центре – пламя, которое будет растапливать сердца и души людей, тем самым нести свет, теплоту, любовь к родному. Вот краткое описание логотипа нашего благотворительного фонда, в то же время флага. У нашего благотворителя фонда также имеется свой гимн, автором которого является Дмитрий Шаральф, исполнитель, заслуженный артист Республики Калмыкия Кутлан Букубенов. Сейчас я тогда по схеме. Ну вот, друзья, вот такая схема, при помощи которой мы все можем объединиться, вот начиная с жителей республики, земляков из-за границы, земляки из Москвы, земляки из России. Мы надеемся, что каждый житель, каждый житель республики будет осознанно покупать товары или пользоваться услугами тех или иных предпринимателей, которые заключат договора с фондом. И все вместе, да, вот, как бы сообща все вместе, мы можем продвигать проекты фонда, которые будут направлены на такие благие цели, как родной язык, сохранение и развитие родного языка, развитие культуры, возрождение забытых ремесел, проекты, развивающие туризм в Калмыкии, спорт, поддержка начинающих спортсменов и помощь многодетным семьям. Ну, потом далее мы напишем отдельный пост по этой схеме и выложим в соцсетях. Так, теперь, Дима, тогда ты по конкурсу, фестиваль, да? Скажи более подробно. Калмыцкая пословица гласит. Так, я сейчас включу пока комментарий, а то вдруг нас не слышно. Скажите, нас слышно? Да, все, что мы сказали, все было слышно. Напишите, пожалуйста, отзыв в комментариях. Что там пишут, что-нибудь. Да, все было слышно, да, все, что сказали? Хорошо. Да, все слышно. Ну, давай, Дима, тогда продолжай. Калмыцкая пословица гласит что в переводе означает я это в одиночку, вместе, это мы все, все вместе наши соратники, наши именно такие вот люди, которые неравнодушны к родному. Те, кто родился в Калмыкии, вырос и душой болеет за свой родной регион. Я не сомневаюсь, что много выходцев сейчас работают во многих городах, занимают должности различные, работают также, да, вот в сфере бизнеса. Это тоже немаловажно, потому что они прекрасно знают вот эту именно экономическую картину. И хотелось бы вот что сказать, что необходимо на сегодняшний день донести нашему подрастающему поколению именно страну Бумба, которую доносили, вернее, образ страны Бумба, которую доносили для нас наши учителя. Это, наверное, дети 90-х, 2000-х годов, кто участвовал в Джангариадах. Когда мы участвовали все вместе, все 13 районов приезжали. Сперва был конкурс Джангариада в районе, межпоселковые были конкурсы, смотры Джангариады. Потом кто победил в районе, все выезжали в Элисту. В республиканское Джангариады. И это был, наверное, такой лучик света, наверное. Колбыки того времени, 90-х, 2000-х годов. То есть мы, учениками, могли продемонстрировать номинации различные. В каждой из своих номинаций участвовали победители районных Джангариад, участвовали на республиканских. Номинации «Лучшая сценка» и «Джангариад» мы хотим обязательно в этом конкурсе фестиваля «Сетклинзаль пламя души», который будет проходить ежегодно. Начало будет положено в ноябре 2020 года. То есть мы сейчас заранее будем уже разговаривать, составлять диалог с Министерством образования, Министерством культуры, то есть вовлекать их в процесс именно в этот, чтобы воссоздать именно страну Бумба, сказочную страну, что в эпосе описывается. И будем в этом конкурсе фестиваля «Сетклинзаль» выявлять лучших в своих номинациях. Номинации у нас таковы. Лучшая сценка из «Джангара», лучший актер. То есть когда мы участвовали именно в тех «Джангариадах», 90-х годах, да, 2000-х, то самые лучшие актеры это были те, кто вживался в образ Хонгара. Хонгар – это такой богатырь, который обладал всеми качествами «Двенадцати богатырей». Он был очень горячий. И в этих конкурсах выявилось очень много талантов, которые обладали именно актерским мастерством, синическим. Так, номинация «Лучший актер», «Лучший калмыцкий костюм», «Юный джангарчи», «Лучшая песня на калмыцком языке», «Лучшая речь на калмыцком языке». А также мы хотим в рамках проведения конкурса фестиваля «Сетклинзаль» «Фламя души» возродить старинный айрат-калмыцкий танец «Саордым». «Саордым», он делился на двенадцать стилей. То есть, на сегодняшний день известны двенадцать мелодий «Саордыма», старинного айрат-калмыцкого танца, и двенадцать стилей именно движений. Поэтому вот этот конкурс фестиваля, он должен нацелен, он должен быть нацелен именно на возрождение старинных обычаев, старинных традиций. В том числе будут здесь и ремесла участвовать ремесленники. Вот по этим номинациям мы будем проводить конкурс фестиваля «Сетклинзаль». Ну и еще нужно сказать, что благодаря этому конкурсу, когда вы проводились там в девяностое, это какой год? Девяностое, девятый, девяностое, седьмой, девяносто восьмой, седьмой. Вы же как раз выход из этого конкурса. Солд из Киченеровского района, поселок Ирдык. Я уваженец Яшковского района, поселок Ирдык. Дима, расскажи, пожалуйста, сколько людей в этом конкурсе участвовал сейчас, которые ныне знаменитые, известные артисты? Если так вспомню, мы с Сотом часто вспоминаем именно то время, когда мы участвовали им сами в этих конкурсах джангарядах. Тогда вы являлись артисты, которые на сегодняшний день представляют нашу республику на различных площадках нашей страны, а также всего мира. И вы знаете, это заслуженный артист республики Калмыкия Кутлан Мукувенов, это Лиджи Гаряев, который сейчас участвует, представляет Калмыкию из 85 регионов, новая звезда. Также Феликс Шарваев, он тогда помладше был, Диана Васханжириева, заслуженная артистская республика Калмыкия. Также Виталий Боков, руководитель организации, молодежной общественной организации ИТКЛ. Кстати, ИТКЛ положил очень многое, наверное, начало, для начала возрождения, сохранения и приумножения калмыцкой культуры. Поэтому, благодаря этому конкурсу в Джангаряде выявились такие артисты, которые на сегодняшний день представляют нашу Калмыкию везде, на всех сценах, на всех площадках и сами являются патриотами, вносят свой вклад именно в сохранение развития языка. Получается, этот конкурс был как бы кузницей вот этих молодых талантов. И вот новый конкурс, который мы сейчас хотим учредить, сделать в Синкринизале конкурс, он будет практически прототипом того конкурса. Совершенно именно. И таким образом, у нас через какое-то время, появится еще одна прияда новых звезд. Тем более сейчас, как вы все, наверное, видите и наблюдаете, что детей становится все больше, особенно в селах, заполняется детсады, уже в школу больше учеников пошло. И как раз с помощью такого конкурса фестиваля будут выявляться все будущие таланты. Какой конкурс фестиваля имеет место быть, потому что он вот этот конкурс, он внутренне проникнет именно в такую атмосферу патриотичности, именно духа общественности, когда все твои сверстники со всей республики встречаются на одной площадке и очень ответственно подходят к этому мероприятию. Кто-то учит свои образы, кто-то у кого-то берет мастер-классы, соответственно работали одного дня мы будем готовиться к этому ежемесячно каждый день и будем наверное уже начинать с весны этого года. Уже положение конкурса мы утвердим и будем запускать этот конкурс фестиваль проекта. Сам конкурс пройдет в ноябре или в конце года. Сейчас Бальтану ты по форуму расскажи и в конце мы начнем на вопросы отвечать. И в конце года мы планируем это где-то в конце года в декабре мы проведем форум по итогам мы планируем если конечно все сложится в перспективе все хорошо и форум я думаю будет работать практически всегда и планируется каждый год делать вот такой ежегодный форум подведения итогов предстоящего года предыдущего года что произошло будут награждаться наши партнеры спонсоры которые которые внесли вклад в развитие нашей культуры также будут награждаться сами участники конкурса и еще один такой момент мы хотели бы помимо участников награждать еще и учителей тех людей которые занимались с нашими учениками потому что именно благодаря таким людям патриотам носителям языка носителям культуры мне кажется им нужна отдельная какая-то благодарность мы думаем что будут какие-то специальные призы или подарки ценные мы обязательно хотим это как-то отметить этих людей вот ну я думаю что конкурс он очень поможет возродить нашу культуру именно вот в новом поколении в молодом нам очень важно чтобы после нас осталось вот это наследие оно не растворилось оно не исчезло с нашим уходом так скажем потому что об этом уже многие говорят говорить это одно а делать это другое и хочется не просто говорить а что-то действительно что-то сделать в принципе и все и лишь тогда сейчас подключим комментарии мы сейчас поближе поставим наш телефон и посмотрим и будем отвечать на ваши вопросы пожалуйста если у кого-то есть вопросы вы можете писать и мы постараемся ответить еще один такой вопрос я все беспокоюсь по интернету вообще пока проходил прямой эфир что-нибудь прерывало связь вы нас всегда слышали вот этого я боюсь больше всего если у кого-то я посмотрю как-то раз замирает что-то потом раз опять появляется меня это беспокоит мне кажется немножко тормозит что-ли интернет если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста напишите может посмотрим кто-то что-то писал просто лайки все нормально было ну если вам все понятно может быть мы еще что-то поговорим тогда между делом тогда получается нет давайте тогда поговорим про вот про призы какие вот мы хотели же учредить вот помимо того что когда так скажем финалисты конкурса была такая идея финалисты конкурса чтобы могли поехать допустим в Монголию в какой-то лагерь мы это обсуждали и надеемся на партнерство с Монголией с монгольскими предпринимателями и мы думаем что было бы здорово если бы допустим попасть в какой-то лагерь юношеский лагерь монгольский где бы допустим на лето наши ребята финалисты конкурса поехали бы в Монголию и там унулись бы еще больше в нашей истории было бы круто так вот вопрос власти республики будут оказывать поддержку ну по властям я думаю что да почему бы и нет мы хотим сотрудничать со всеми ведомствами со всеми министерствами нашей республики и я думаю мы мы ничего такого предуседительного не делаем наоборот мы считаем что без поддержки властей такой конкурс будет очень сложный не то что конкурс вообще любые проекты сделать очень сложно как только мы официально уже заявимся мы естественно пойдем ознакомиться со всеми министерствами я думаю с поддержкой заручимся в свою очередь хочу сказать что ну Дима наверное знаешь да про Бату ой про Гаджи ну нас поддерживает также благотворительный фонд Сетклинзаль Сангаджит Арбаев это именно выходец из Калмыкии наш патриот наш старший соратник монаха он говорит то что мне проект нравится мне нравится идея благотворительного фонда можете на меня положиться сто процентов я буду всячески оказывать поддержку поэтому будем творить вместе ради общего дела объединяетесь ли вы с другими общественными организациями по возражению калмыцкой культуры ну да как сказала Байрата уже ранее мы будем со всеми как бы сотрудничать со всеми организациями со всеми ведомствами с теми которые тоже будут принимать участие активное участие в проведении конкурса фестиваля и вообще в других различных проектах которые будут дальнейшими будете вы создавать сеть клубов калмыцкого языка с единой координацией или надо параллельно создать ну по клубам я считаю что фонд не задача фонда не создавать клубы задача фонда поддерживать проекты поэтому если у кого-то есть такой проект по созданию клубов калмыцкого языка то он может к нам обратиться мы ему можем помочь профинансировать этот клуб допустим но сейчас на первый год естественно вы сами понимаете фонд только начинает свою деятельность естественно у нас там будет немного денег надеемся что через год через два мы когда окрепнем мы сможем финансировать уже более крупные масштабные проекты но сейчас пока вот мы зациклены на одном конкурсе если вдруг появится у нас появится хороший меценат и которые смогут допустим нам помочь мы конечно профинансируем и другие проекты потом хотелось бы еще сказать по работе фонда все это будет прозрачно у нас будет сайт где будут показаны все финансы всех людей которые давали там вносили взносы они все будут показаны ну конечно кто-то может быть инкогнито захочет да мы их не сможем там опубликовать но в принципе все это будет прозрачно мы будем отчитываться перед всеми людьми кто вносил поэтому мы хотим чтобы это была такая честная история и всем показывать как можно работать и естественно мы будем пытаться помогать вот именно вот в разных таких аспектах вот народ калмукии каким образом может оказывать поддержку вот народ калмукии ну я как я ранее сказал что любой гражданин может подключить рекуррентные платежи через сайт нашего фонда ну рекуррентные платежи это автоматические платежи устанавливается какой-то определенный лимит например я возьму 300 рублей в месяц каждый гражданин может заказывать поддержку делать пожертвования фонда поэтому ну или через вот ту схему которую мы ранее представили вам взаимодействие взаимодействие с предпринимателями то есть осознанно покупая товары у тех или иных предпринимателей или пользуясь услугой этих предпринимателей помогать им чтобы у них прибыли больше было они в свою очередь помогают фонду во всех его проектах добрый вечер прошу прощения не с самого начала присоединилась к эфиру вопрос фонд кроме конкурса еще чем будет заниматься ну мы говорили о том что фонд создан для того чтобы поддерживать проекты проекты не бизнес проекта проекты которые в основном социальные культурные по возрождению и развитию коммунской культуры если у вас есть какой-то проект интересный мы можем его рассмотреть но так как фонд сейчас только начинает работать мы так скажем копим только так сказать оборотные средства поэтому сейчас в этот год у нас мы не сможем всем помочь всем желающим но в будущем через год наверняка уже будет как-то уже улучшено состояние мы можем уже тогда помогать всем у кого есть интересные проекты по возрождению калмысской культуры сайт уже есть сайт его еще нет но это не проблема в течение какого-то времени месяц два он заработает даже месяц наверное каким образом будет заключаться договор с предпринимателями мы это представляем себе так что любые предприниматели для себя устанавливает какой-то определенный минимальный лимит ну например в год я как предприниматель в год например готов внести свой клад в размере например 6 тысяч рублей 6 тысяч рублей в год я безвозмездно могу пожертвовать фонду на развитие языка и культуры эти 6 тысяч рублей мы разбиваем на 12 месяцев то есть получается по 500 рублей этот предприниматель в течение года будет вносить в фонд с этой клинзарой пламя души да но в любой из этих месяцев предприниматель по своему собственному желанию может перечислить больше 500 рублей это уже по его собственному желанию но зато фонд будет знать что и фонд и предприниматель знают о взаимном сотрудничестве и взаимной поддержке просто дело в том что мы не можем ставить какие-то определенные рамки и мы не можем говорить какую-то определенную сумму минимальный платеж или максимальный платеж это все зависит от финансового состояния предпринимателя кому-то 500 рублей в месяц много а кому-то 500 тысяч в месяц нормально поэтому мы не можем допустим говорить сколько может кто-то оплатить но договор заключается обоюдный мы заключаем и предприниматель сам выставляет эту сумму сколько может для себя минимальный какой-то это так чтобы это было безболезненно вообще вы же знаете наверное слышали такую систему что так скажем такую теорию 10% когда человек оплачивает 10% на благотворительность прибыли то это как бы идет в ин так скажем наращивание какой-то благодетели для своего для своей кармы вот поэтому ну вы сами должны определиться какая сумма для вас считается приемлемой для вот такого дела по поводу предложения по сотрудничеству партнерству спонсорству вы можете нам писать и мы будем это все обсуждать вполне возможно в скором времени мы вообще планируем сделать встречу уже более такую обширную не только мы втроем там прямую фире да уже настоящую живую встречу со всеми партнерами спонсорами вести содержим так ну вообще у нас будет сайт по поводу там проектов и всего прочего в сайте в принципе вся информация о фонде будет размещена устав там совет попечительские учредители кто и все проекты которые планируются или которые уже разработаны они вся эта информация будет на сайте и вы тоже можете писать свои предложения на сайте постоянный офис планируется но пока я не вижу смысла в офисе потому что прям пока еще он не заработал если конечно прям уже у нас прям такая движуха уже пойдет серьезная тогда конечно наверное придется там делали стали секретаря там прием какой-то проводить какой-то офис но сейчас на данный момент ближайший там месяц два точно пока не планируется с лечением детей вы не будете помогать проект только культурный и экономический вопрос да но по детям ну пока нет пока такого у нас такой задачи не было так что там дальше не забывайте про что про гранты ну да наверное будем участвовать в грантах если будет такая возможность если у нас будет какие-то интересные проекты связанные с нашей деятельностью мы наверное будем участвовать большое дело вы начинаете спасибо Дима у тебя есть где-то что-то молчишь мы все обратим так ну что еще там расскажи про савар я хотел бы также ответить на предыдущий вопрос будем ли мы сотрудничать с общественными организациями я думаю да конечно мы будем сотрудничать почему потому что мы будем проводить конкурс в котором могут участвовать все организации которые именно направлены на сохранение возрождение колумбасской культуры традиции обычаев и будем все вот это специально у нас комиссия будет создаваться по конкурсной по конкурсному да вот такому отбору и я думаю что вот эта работа она будет в соцсетях обозначена более внятно понятно и будем налаживать контакты вы будете зарегистрированы как НКО да как и коммерческая организация по поводу старинного айрат калмыцкого танца сауэртынг почему сауэртынг потому что наши братья сензианские калмыки танцуют его и 12 стилей вот этих они могут нам показать объяснить все в доступной форме то есть есть материал на котором мы можем основываться да и я думаю что для многих балетмейстеров танцоров будет интересно именно вот именно возрождение старинного танца сауэртынг почему сауэртынг потому что вот этот танец он имеет такую вот наверное очень положительную энергетику энергию то есть вот этот танец он где работает весь торс плечи да вот голова торс он благодаря нашу космосу он влияет на наверное самочувствие человека то есть каждый человек может себя попробовать в этом танце утром за место зарядки допустим сделать пару движений сауэртынг и тем самым улучшить кровообращение улучшить умственную да вот работу и как бы да вот сейчас направление йоги да очень много интересуется молодых людей а также старшие поколения наши все ходят на йогу а мы будем делать свою методику в котором будем и развивать возрождать именно старинный айрат калмутский танец сауэртынг и тем самым улучшать здоровье нации здоровье нашей калмыки поэтому вот наша основная мотивация именно в этом возрождении забытых ребёсел танцев песен утрадун у нас также уже наверное уже подзабывается потому что до последнего времени наши эйджи а вы исполняли вот эти песни утрадун протяжные обрядовые свадебные песни сейчас носители именно жанра утрадун протяжная песня становится очень мало и вот мы обязательно будем делать конкурс по протяжной калмыцкой песне отдельно обязательно потому что какое бы сражение не было бы какое бы мероприятие не было бы да вот это в историческом материале всегда всё начиналось с утрадун с протяжной песни это как благословение и напутствие наверное во всех делах ну собственно ничего то что тем я хотел поделиться по поводу Монголии хорошая идея возрождение танца просто супер так вверх мы говорили про то что офиса пока не будет сохранить эфир да мы наверное сохраним обязательно обязательно делитесь эфиром нам нужно чтобы больше как бы людей вникли в этот проект хотим чтобы все участвовали в нем чтобы принимали активное участие спасибо элла так ну в принципе да если вопросов нету мы можем можем уже запуститься да а все вопросы ответственные работают есть еще что-то какое-то дополнение в принципе нету а моя сестра поет как очень хорошо а сестре сколько лет мне кажется можно даже приглашать не только молодых интересно все возраста это вообще будет круто потому что у нас вообще на самом деле нехватка артистов реально я вот человек который я вроде бы предприниматель но я очень тесно переплетаюсь именно с артистами очень долго давно так скажем сотрудничаю и у нас так получается что из года в год одни и те же артисты я уже сколько лет работаю в ресторанном бизнесе я могу сказать что новых звезд практически нет вот допустим самая молодая была Диана Басханжиева да а после нее я что-то больше ну 20-летних 25-летних ну мало вообще практически единицы особенно девушек кто поет ну может быть они есть но они как-то не так ярко заявлены может есть вопросы новых реквизиты счета на сайте можно найти да на сайте будет вся информация мы сейчас на данный момент делаем просто презентацию вот у нас еще этот фонд не зарегистрирован официально поэтому подождите буквально немного и он уже у нас будет и счет и номер счета и сайт и сейчас мы просто проводим презентацию и будем потихонечку подготавливать все проекты упаковать для того чтобы уже предоставить их для на общественность и плюс еще предлагаем сотрудничество ищем людей неравнодушных заинтересованных вот у нас не историка не у нас это будет не не как фестиваль тюльпанов это немножко другая история поэтому будет совсем другое и мы планируем конкурс проводить осенью а не весной у нас будет весь год мы будем весь год работать именно над созданием вот этого конкурса фестиваля свет-клинзаль пламя души и на основе конкурса джангариады который проводилось в 90-х тире 2000-х годах мы будем прописывать именно положение конкурса номинации основные критерии судейскую коллегию и будем потихонечку готовиться целый год к этому конкурсу и я думаю что правильно вы говорите чтобы преимущественность поколения была потому что многие могут допустим с учениками спеть мы можем сделать так чтобы с учениками могли участвовать представители того или иного района допустим но это мы будем все отговаривать с судейской коллегией поэтому все впереди главное начать у нас сейчас начало нашего благотворительного фонда именно возрождение незабытого танца песен и воссоздание именно образа страны бумба то есть в котором могут поучаствовать люди разных поколений с нашими учениками республики всех слов и социальных статусов там будет проходить историческая реконструкция хотелось бы с вами поговорить об этом это ведь тоже культура это Ирня Ищкагир который Ищкагир делает где будут проходить что за так все не припал но у нас немножко другое мы пока планируем начать с малого то есть пока пока будем готовиться именно к этому конкурсу будем ориентироваться на молодое поколение и приветственность дальше мы будем уже проводить какие-то гранты в дальнейшем даже ремесленники по всем вот этим аспектам которые мы до этого озвучивали и Южды у нас пока нет в правильной мартекте говорите ну я думаю все впереди поэтому главное главное с чего-то начать именно с малого а потом мы будем все что-то говорят просто если вы примете участие в фестивале Тимпана со своей юртой то больше людей узнает про вас да наверное вполне возможно пока юрты нету пока дайте нам начальник дайте нам начальник мы хотим с вами поделиться именно вот этой светлой идеей которая очень многим симпатизирует вот эта идея и она имеет место быть на сегодняшний день почему потому что все люди говорят об этом говорят 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 а вот нету того моста который который будет именно проводником и который будет именно вести работу прозрачности прозрачно все честно мы даже с коллегами обговаривали вопрос что как она будет прозрачность это сейчас все делается бухгалтера юристы мы кстати деньги наличкой не принимаем все официально через по безналу вы отправляете все будет на счету находиться поэтому вопрос где будет отчет о проделанной работе а это будет все на сайте на сайте в соцсетях все мы будем показывать мы даже обсуждали что каждый шаг каждый наш шаг подготовки там все наши работы все вы будете видеть где что находится как мы будем работать вот хороший думаю каждый из вас в отдельности настолько яркий что втроем вы поведете за собой всех земляков Дима сколько стоит юрта нет исполнителя есть говоруны не писал про юрту но об этом тоже можно поговорить танцы песни обочи традиционные виды спорта вот это самое главное тоже будут ну поэтому еще мы хотели еще проект именно который развивает туризм в Калмыкии это тоже мы поддерживаем потому что без сейчас туризм вообще в России внутренний туризм развивается и мы сами понимаем что пока у нас нет своего производства в Калмыкии больших заводов какие-то единственные источники дохода ну так скажем один из источников дохода это туризм и поэтому мы все думаем что туризм нужно развивать и нам есть что показать в Калмыкии к нам могут люди приезжать вот один из аспектов это гастротуризм мы будем калмыцкую кухню может быть тоже развивать да все все от этого будет только польза там наше калмыцкое мясо очень вкусное я всегда об этом говорила что покушать к нам в Калмыкию там так же как в Грузию в Абхазию люди едут ездят знают все прекрасно какие вкусные национальные блюда поэтому я думаю надо нам развивать направление туризма сейчас эфир скоро закончится нужно потихоньку закругляться я лучше позвоню после эфира вернее мы просто не хотим много ничего говорить хотим больше доказать своими делами действиями потому что Кельдыгев он дала просто скажет почему сразу не начинаете потому что сейчас пока надо объединиться именно ухаган идеями писать на бумаге ваши творческие инициативы именно по созиданию по возрождению нашего старинного народного мы все будем это учитывать и будем с вами сотрудничать поэтому главную концепцию изложили и я думаю вместе мы все это потянем вместе мы все это будем делитесь информацией со своими родственниками со своими родными делитесь информацией о том что сегодня услышали сейчас мы сохраним эфир и выложим это тоже в ютубе информация в общем чтобы больше людей узнало об этом проекте надеемся на поддержку всех земляков ну спасибо еще раз до новых встреч спасибо за то что приняли участие в эфире очень рада встретиться со своими знакомыми вижу очень много знакомых мне тут пишут ставят лайки смайлики большое огромное спасибо вам я верю что вы всегда будете нас поддерживать я верю своих друзей мы все вместе мы сделаем очень много совместно и я знаю что у нас в Камыке реально есть люди которые очень хорошо правильно настроены патриотично и которые смогут поддержать не только один проект а очень много ну вообще мы Камыки молодцы так скажем очень сплоченные очень дружные я рада что вы рядом находитесь спасибо вам всем 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 Субтитры сделал DimaTorzok